Силы обороны Украины удерживают плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области. С начала суток ВСУ отбили три атаки российских оккупантов, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. На северском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Белогоровки, Выемки и Раздоловки Донецкой области. Противник также пытался совершать наступательные действия в районах Ксеньковки, Берестово, Ивановки, Старицы и Волчанско-Харьковской области. Линия фронта на севере стабилизирована. Не допущено продвижение врага по Олипецкому направлению, также по Слобожанскому направлению. Украинские защитники продолжают боевые действия за город Волчанск, где фактически проходит линия фронта по реке Волчья. Окупанты пытаются там продвигаться, однако успеха не имеют. Наоборот, наши воины отбивают дом за домом, улицу за улицей в этом населенном пункте. Алексей Негубов, председатель Харьковской областной военной администрации в эфире марафона «Едыни на войне». Всего с начала суток на передовой произошло 58 боевых столкновений. Так, на Донбассе украинские военные уничтожили очередной российский миномет. На Запорожском направлении пограничники тоже показали уничтожение миномета армии РФ. А на Харьковском направлении украинские бойцы ликвидировали разведгруппу противника. «Мы сдерживаем российское давление. Спасибо каждой бригаде, каждому подразделению. Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной. Наша задача – сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать и фронт, и нашу дипломатию, то, как мы приближаем справедливый мир». Владимир Зеленский, президент Украины в Телеграм. «Россияне несут огромные потери, говорят военные эксперты». «Контрбатарейная борьба, артиллерийские дуэли, эффективное использование типоведронов, использование ракет, которые мы получаем в рамках военно-технического сотрудничества от наших заокеанских партнеров, они делают очень важную миссию, системно и методично уничтожая вражеский военный потенциал не только на линии боевого столкновения и вблизи ее, но и в ГУЛКО, в целовых районах российской потенциальной армии». Общая же потеря российской армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 493 тысячи человек. За сутки были ликвидированы 1400 солдат, 14 танков, 35 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем и десятки единиц другой техники россиян.